Ну вот, что касается пошлины за развод, для меня это просто, не знаю, мне кажется, это очень смешно. Потому что одно дело, когда взымается пошлина 400 рублей, это понятно, это зарплата сотрудников ЗАГСа, это какие-то нужды именно этой структуры. А когда взымаются какие-то уже более серьезные и крупные суммы, значит, кто-то на этом наживается, значит, кто-то на этом зарабатывает. И у нас очень многие государственные структуры уже перешли в сферу бизнеса. И это касается и штрафов ГАИ, и многих других штрафных санкций и финансовых наложений. То есть должна быть адекватная оценка тем или иным цифрам. Если мы платим 400 рублей, я понимаю, что те люди, которые ставят печати, те люди, которые регистрируют браки и регистрируют разводы, это их зарплата. А когда я плачу 30 тысяч рублей, ну, это никакого отношения к моей семье, если вдруг разводиться, приходится кому-то, то это не имеет никакого отношения к семье. Я думаю, что нужно придумывать какие-то более эффективные моменты, более, так скажем, действенные способы, не знаю, наложение каких-то обязательств на членов семьи и так далее. Не нужно превращать все в бизнес, тем более семья. Семья — это святое. А сейчас, тем более, каждый раз брачные контракты. И молодые люди, которые женятся, я думаю, все больше и больше думают о деньгах, чем о настоящем семейном счастье. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!